Добрый вечер, Райнер, Моника. Очень приятно встретить неожиданную копию специалистов из другой страны, которые так хорошо и владеют языком и местным, русским языком и местным языком. У меня есть несколько вопросов, связанных с вашей деятельностью. Многим будет это очень интересно узнать. В первую очередь хотел спросить, вы вместе работаете в проекте в каком-то, или у вас отдельный проект, это просто организация? Моника и я коллеги, мы почти все, что мы делаем, делаем совместно, но помогаем друг другу. Допустим, я только что закончил диссертацию о суффиксах адыгейского языка, и это моя диссертация, но, конечно, без Моники я бы не справился, она была руководителем тоже этой работы. И таким образом у нас есть, может, свои проекты, но друг другу помогаем. Скажите, вы на сколько давно учебаете в Найкопе? Я приезжаю, а Моника? 29. 29 лет. Я первый раз приехала, 29 лет назад. Но вы уезжали? Да, и уезжали. А самый долгий период у вас сколько было? Может, и жизни прям на Монику? Ну, один срок, да? Год. Потому что, да, ну, родственники есть в Германии, поэтому не надо. Хорошо. Вот вы от организации Сил Интернешнл, да? Сил Интернешнл известно, насколько я понимаю, тем, что изначально ее цель изучения языков и через перевод ее в Библию. Правильно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Меня зовут Микаэл, и меня зовут Микаэл, и меня зовут Микаэл. Меня зовут Микаэл, и меня зовут Микаэл. Микаэл, 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 Митаэл, Мира Митая Макия, Мира Минород. Мира Минород. и также культуре и к развитию. Мы не только научимся языком, но и культуре. Мы хотим узнать, как люди живут, о том, что они живут, о том, что они живут. Мы хотим поддерживать их, чтобы показать их интерес, чтобы показать, что мы понимаем, что мы понимаем, что мы понимаем. Мы понимаем, что мы понимаем. И, как вы сказали, мы также имеем желание для изучения языков, как в Библии, в Адигея. Мы работали с поэтs, как Найдек Куйок, который был известен Найдек Куйок. Он translated «The Book of Psalms» into Адигея. и другие. А вот организация ОМАН, это что у вас сейчас? Это Адигейская международная Академия наук. Это Адигейская международная и я. Они меня выбрали. Они меня выбрали. Я очень рад, что это. Это, да, а-ангейская международная для меня, для меня, для меня. Это Амман. Они все это, да, и в различные местности, в Нальчике, на Майкоке, и на Диаспору. Да, я спорю. Моника писала диссертацию, доктору, и книги, и книги, и книги. Она дешевле быть там. Она сделала много для ее. Хорошо. Если говорить о результатах той работы, из которой мы здесь, что в итоге должно получиться в ваших проектах? Какой результат? Или это какой-то процесс? Да, всегда сложно видеть сразу изменение какое-то. Может быть трудиться, а не видишь, какой результат. Сегодня, допустим, конференция. Мы оба говорили о том, как поощрять изучение языка или даже чтобы не теряется. И эти процессы долгосрочные, и мы не сразу видим их результаты. И поэтому мы делаем свое. То, что мы думаем, что хорошо, а что получится, кто знает. И гарантий нет. Но на самом деле это то, что мы любим, то, что мы родились. Для нас это ценность. Я так понимаю, вы, Леон Сыч, как какой-то опыт используете общий от организаций, да? В других частях мира, как они делают, да? Смотрите и сюда пытаются. Да. Понял. Сколько времени понадобилось вам для того, чтобы изучить адельский язык? Ну, я продолжаю это. Я начинала 40 лет назад. Адельский язык в первую очередь для русских, которые посещают курсы адельского языка в Адельском государственном университете и других учебных заведениях. В Германии. С аргитцами из Туции. И потом, 30 лет назад, я приехала сюда первый раз, и мне надо немножко изучать по-другому, потому что я изучала и диалект, и здесь литератонный язык, да? и другие диалекции, да. Это без конца. Да. 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 Но заговорили, допустим, через какое-то время? Сколько времени? Говорили? Я очень, наверное, быстро, потому что это мой принцип использовать эту язык как быстро возможно. И когда я начала учиться в Берлин с Адельским из Туркии, они знали немного German, но не так хорошо. Поэтому я собрала полезные vocабулы, и тогда я пыталась говорить только в Адельском. Я пошла в Туркии и не знала ни о Туркии. Я приглашала Адельским из Туркии, поэтому я говорила только в Туркии, потому что я не знаю Туркии. Это был единственным способом коммуникации в Адельском. Да. Здравствуйте, да? А у вас есть? У меня, на самом деле, подход подобный. Есть разные подходы, да, как изучать язык и все плюсы и минусы есть, но самое лучшее это, если сразу употреблять язык, сразу применять его, чтобы язык не было что-то абстрактное, да, что я перевожу в голове сначала. Это была реакция на окружение, да, коммуникация настоящая. И тогда намного легче сразу говорить. Это не значит, что это хорошо или понятно, это не значит, что я сейчас даже понимаю много чего. но главное использовать язык. Если точить церковь артега вземра артега хамзану шизере ахидажры. Шипов сача кашешим мачо шапы ежвахуно сэшкай сапы шипсо няпы шкинахэчушпы сэзерэхэжу ахидажры симуш шипсо продажаю на русском, чтобы все было понятно. У меня такое ощущение, что когда мы говорим о сохранении языка, что тема этой конференции, историки и журналисты могут нам больше сказать, чем якобы это немножко обидно, но я стараюсь сделать свое и тоже показать какие-то решения. Я считаю тоже, что надо учиться на опыта других людей, потому что по всему миру народ истагивается с этими же вопросами, как и здесь. И надо всегда учитывать ранее контексте, но все равно можно что-то извлечь это. Сегодня это попытка с моей стороны. Я писал в книге о Индонезии и Шотландии, говорить сейчас буду только о Шотландии, но именно о Индонезии. Там было вопрос, как можно делать язык модным, как мы можем привлечь людей использовать родной язык именно в СМИ, в Инстаграм, в Апусе. Сложно переключаться? Нет, нет. Переходите на другой язык. Просто русский. Вы мыслите как? Нет. Иногда язык различный. Если допустим подумать над тем, как вы обычно размышляете на какой язык? Конечно немецкий, родной. Обычно немецкий. я был приглашен с СИЛ коллег, что работал в Исре, в Исре, в Исре. и приглашал меня. Я пошла туда и началась научиться языком. Я думала интересно в Исреал работать с людей из Корбусов. в Исре. Так это как я начал. Когда я учился в Англии, я учился в Англии на магистр на магистр языка, ну там лингвистики, да? И у нас была задача поехать и собрать половой материал, так называемый, да? Половой. Половой. Половой материал. Да. Половой материал. И я решил, ну да, можно было ехать куда угодно и я хотел на Кавказе от того, что языки здесь для лингвистов ну понятно, очень интересны. И я уже знаю русский язык, допустим. Тогда мне тоже легче было. И через Агу возможно было приехать вот через Монику тоже мы познакомились она говорит мне о работе и потом да, и приехал, собрал данные, писал диссертацию и сейчас я здесь вернулся. ну количество фонем, я сказала, и произношение, да? Ну у нас есть такой фундамент фонетическое образование, да? наши силы, конечно, мы изучаем это и это очень помогает слушать и имитировать. Поэтому самый трудный для меня был сначала на рингане, другие я быстро, да, а этот у нас нет немецком языке или что-то было очень трудно. Ну сейчас я знаю фарингане. Виталику тоже надо научиться. Есть известный федор Аркадьев, он занимается кавказским языком не только, но тоже специалист адыгейского языка. И он очень правильно говорил, очень понятно, да, что адыгейский язык является рекордсменом по неисхожности с европейскими языками, с европейскими. Значит, начиная с фонетика заканчивая синтаксисом, все по-другому. И не то, что сам по себе может сложно, но нам, как у меня родной язык, немецкий язык, это просто совсем другой язык во всех сферах. И в этом, наверное, трудно, что мало, да, мало что можно взять из родного языка. Ну, это как с баской. Структура языка одежь элегантив и объединение мира это очень по-другому. Баскам, допустим, фонетика не такая сложная значить. Это все, ну, да, это все шикарно. Кавказский язык он стал и для русского, и для европейцев. Так что, да, это особо вкладочный язык тут в России даже. Не каждый силен в этом. Ну, наверное, все с вопросами. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Рады. В общем-то, знакомства с вами. Надеюсь, что вас все будет хорошо. Будем развиваться, мы встретимся. Спасибо. Очень приятно.